Алексей Алексеевич, в январе во многих странах запустили прививку ковида. Ее долго разрабатывали, наконец она вышла, и в связи с этим у христиан возникло снова множество вопросов касательно целесообразности принятия подобной прививки. Я обозначу несколько вопросов, которые возникают у людей, их много разных в разных сферах, и вот мы попытаемся по блокам их рассмотреть. Наверное, один из вопросов, который возникает, это противостояние контролю. Один из самых сильных инстинктов, который возникает у людей, у многих, это противостояние всеобщего контролю. Многие рассматривают пандемию как некую попытку контролировать общество, и прививка – это часть этого контроля. Насколько подобный взгляд имеет свое основание под собой, как вы думаете? Думаю, что это попытка смешать два совершенно разных явления. То есть, когда люди подходят вот именно так, глядя на пандемию, на прививку, как на контроль, то они смешивают в своем сознании две совершенно разных линии. Когда мы говорим о том, что пандемия, она приводит или способствует тотальному контролю, которые государства или государства разные, или же единое мировое правительство когда-то осуществляют, или хотят осуществлять, то нам нужно ясно понимать механизм, как это действует. Если посмотреть на то, что вакцина контролирует людей, это можно допустить только тогда, если мы верим в конспирологические теории, что вакцина несет в себе какой-то микрочип, который будет вместе с ней внедрен, и тогда каждый человек будет под контролем какого-то центра. А если мы не про микрочип говорим, а вот про попытку заставить людей что-то делать? Мы сейчас за это подойдем. То есть, конспирологические теории, они абсурдные. Очевидно, что это только какая-то маленькая часть людей, которые считают, что это действительно так. И я слушал несколько видео, которые защищают такие теории. Они, мягко говоря, очень слабо аргументированы, недоказуемы. То, что идеи, которые они предлагают, они недоказаны. И поэтому мы их можем сразу отмести и поставить в сторону. Теперь, когда мы говорим о том, что благодаря пандемии или по причине пандемии все человечество подвергается большему контролю. Это так, это точно. Но здесь нужно задать вопрос, что это за контроль на данном этапе, насколько он опасен для меня лично, и нужно ли ему противостоять. Мы об этом же говорили после 9-11, после того, когда совершены теракты в Нью-Йорке. И после этого жизнь всего мира радикально изменилась. В частности, добавили очень мощный контроль во всех аэропортах. То есть, в каждом аэропорту человек приходит и его обыскивают полностью, его пропускают весь багаж через... То есть, досмотр очень глубокий, и могут человека вообще, ну, так, до деталей осмотреть. Вот это контроль или нет? Это, конечно же, контроль. Конечно. Но этот контроль я взвешиваю и считаю, и каждый человек, или многие. То есть, есть выбор. Или не летать самолетом, и не быть контролируемым. Или же летать самолетом, и тогда играть по правилам. То есть, если тебе нужно полететь самолетом, ты должен пройти security control. То есть, тебя должны проверить. Вот что-то подобное с вакциной. Правда, сейчас еще нет общей позиции. Я слышал, что где-то в каких-то странах вводят прививочные паспорта. Да, что есть такие планы, что кого-то непривитых не будут куда-то пускать, или... Летать самолетом, допустим. Некоторые авиакомпании уже объявили об этом. Я не слышал об этом. Да, я не слышал об этом, что кто-то... В Европе, две авиакомпании. Да, кто-то будет... И здесь вот каждому человеку нужно будет принимать самостоятельные решения относительно того, что ты будешь использовать услуги, те, которые требуют быть привитым, или не будешь использовать. И каждому человеку это индивидуальное решение. Опять-таки, когда мы говорим о контроле, то вот при подобных шагах создается прецедент, делающий общий контроль возможным. Вот этот контроль на данном этапе продиктован для авиакомпании экономическим интересом. То есть, они хотят, чтобы люди, летающие на их самолетах, их рейсами, были уверены, что они там не заразятся. И для этого они говорят, мы не пустим никого к рейсу или на этот рейс, если он не привит. И это им позволяет, в их понимании, опять-таки, исключить возможность заражения на их рейсах. То есть, это контроль, но он продиктован экономическими интересами. Если посмотреть, сейчас большая часть контроля, который осуществляется за каждым пользователем интернета и разных социальных программ, это экономический контроль. То есть, контроль, который собирает дейт-информацию с большого количества людей для того, чтобы высчитать возможности, что кому можно продавать и как можно делать рекламу. Конечно, уже сейчас мы видим, как этот дейт используется в политических целях. Мы видим это в странах бывшего Советского Союза, мы видим это в Соединенных Штатах, как эту информацию где-то кто-то уже использует. То есть, это говорит о том, что это возможно и это будет использоваться в политических целях, в религиозных целях, возможно, в общем мировом правительстве, когда придет к этому времени. Но на сегодняшний день мы еще не можем сказать, что это контроль, связанный с Антихристом, связанный с его. Это подготовка к тому, подготовка общественного мнения, подготовка к тому, что это обычно становится. Это можно сказать, что подготовка. Но сказать, что сегодня принять вакцину, а значит попасть под контроль мирового правительства, это преувеличение. Если это подготовка к глобальному контролю, то не должны ли тогда христиане противостоять этой подготовке? Я думаю, что сомнения, которые возникают у многих при решении о принятии вакцины, именно в этом и состоит. Что принимая вакцину, я становлюсь частью этого сообщества и становлюсь способником будущего мирового контроля вот этой подготовки. Точно так же, если ты летаешь самолетом. Или пользуешься Фейсбуком. Да, ты становишься частью этого сообщества. В этом случае единственной альтернативой уйти в лес, отрастить бороду, отключить связь с внешним миром и жить так, чтобы тебя не контролировали. На мой взгляд, далеко не многое готовы к такой альтернативе. Ну и самое главное, что Священное Писание не поддерживает это, оно не повелевает этого. Священное Писание, Христос оставляет нас в мире, хотя Он говорит, вы не от мира сего, Он говорит, вас будут ненавидеть люди. Но ненавидеть по конкретной причине, Он говорит, потому что я не от мира сего. И вы поэтому будете ненавидимы за имя мое. Здесь очень тонкая грань, когда люди смешивают вот эту эксклюзивность Христа и какие-то политические позиции. Что очень легко может привести к совершенно ненужному противостоянию. К противостоянию на тех фронтах, на которых Христос никогда не стоял. Хорошо, разобрались с этим блоком. Второй вопрос, который возникает у многих христиан в связи с прививкой, это потенциальный вред, который эта прививка может нанести здоровый христиан. Они говорят, что мы храм Духа Святого, зачем я буду свой храм наполнять какими-то веществами, о которых я не знаю и которые могут принести мне вред. Что вы думаете по этому вопросу? Это другой вопрос, который требует, наверное, более, так скажем, компетентной консультации у людей, которые больше понимают в этих медицинских вещах, чем я. Я могу сказать только свою точку зрения в свете того, что говорит Священное Писание. Значит, первое, с чем нужно здесь разобраться – забота о здоровье при помощи медицинских средств разрешена в Писании или нет. То есть, когда ты говоришь о том, что ты используешь какой-либо препарат вообще медицинский, ты используешь что-то, что должно модифицировать, повлиять на твое биологическое состояние. То есть, ты вмешиваешься в храм Святого Духа. И вот нам нужно найти ответ на это. Вот это вмешательство, оно разрешено в Писании или не разрешено? Из того, что мы видим в ряде мест Священного Писания, я могу с уверенностью сказать, что разрешено. Писание не запрещает использовать медицинские средства. Для меня один из самых убедительных текстов – это Иакова, 5 глава, где сказано о молитве над больными, где сказано о помазании елеем. И слово «помазание», «помазавшее его елеем», здесь используется в греческом оригинале не цирмониальное помазание, а втирание, то есть, если мы буквально переведем, то растерша, натерев его елеем. Елей тогда использовался как медицинское средство. И, на мой взгляд, это конкретное повеление, которое говорит о том, что когда мы молимся о больных, мы не пренебрегаем и теми средствами лечения, которые у нас есть. Теперь второй вопрос. Когда мы говорим о том, что вот это конкретное лекарство, оно полезно или вредно? Оно содержит в себе какие-то негативные сайд-эффекты? Любое лекарство содержит в себе сайд-эффекты. Любое. Возьми любой тайланол, который люди принимают часто от головной боли, и тайланол реально помогает, но если почитать весь список всего того, что может быть с человеком и что этот препарат конкретно делает с организмом, то можно в ужас впасть. Потому что это действительно, и люди взвешивают, действительно, реальные опасности. Люди взвешивают, вот сейчас у меня головная боль, и у меня потенциальная опасность того, что он мне навредит. Он понимает, что он не может терпеть головную боль и идет на то, что он допускает какой-то вред. Мы относимся к каждому медицинскому препарату на индивидуальной основе, взвешивая и рассчитывая, «Окей, я буду этого использовать или не буду использовать?» Но если мы говоря о тайланолу или айбопрофене или каких-то более распространенных лекарственных средствах, это вещи, которые больше изучены, то есть они применяются десятками лет, множество было уже зарегистрировано разных случаев того, что может произойти от использования, и проанализировав все это, изготовители, регуляторы определились со списком рекомендаций, и они говорят, что если ты не будешь принимать больше сколько-то миллиграмм тайланола в день, то это будет относительно безопасно. Конечно, даже если скажешь, что это относительно безопасно, то могут быть индивидуальные особенности какого-то организма, которые прореагируют на тайланол аллергически. То есть это не говорит о том, что всем будет безопасно. У кого-то аллергия на тайланол, и он не сможет, он его выпьет и умрет. Ну да, возраст, вес. Да, всякие разные факторы, которые… То есть это уже дело индивидуальное, каждый человек индивидуально решает. Теперь относительно вакцины. Когда ты сказала вначале, что долгое время ее занимались, ее разработкой, и сейчас уже наконец не год, даже меньше. Так вот для вакцины это чрезвычайно мало. Это очень мало. Почему? Потому что вакцина – это очень серьезный инструмент, который должен модифицировать иммунную систему человека. Одно дело заблокировать какие-то нервные клетки, которые воспринимают боль, и это делает обезболивающий какой-то препарат. И другое дело – внести серьезные изменения в иммунную систему, которая должна быть способна правильно идентифицировать вирус, эффективно его заблокировать, и при этом не оказать какого-то вреда для организма. И вот для того, чтобы это изучить, для этого требуются годы испытаний. То есть нужно набрать множество всяких разных ситуаций, в которых эта вакцина применялась, и вот здесь вот реагировала так, здесь реагировала по-другому, здесь есть такие опасности. Вот для этих людей нужно ее вот так видоизменять. Вот для такого типа людей нужно, наоборот, усиливать что-то. Так вот для всего этого просто не было времени. Поэтому то, что сегодня правительство большинства или многих стран разрешили эти вакцины к употреблению, это не значит того, что они абсолютно уверены в ее безопасности. Они уверены в общих чертах, исходя из тех испытаний, которые они уже провели. Они понимают, что да, сейчас это в общем нормально. Почему они идут на то, что не до конца как бы проверенная вакцина, они ее используют? Они взвешивают две опасности. Опасности из того, что человечество имеет сейчас, тогда, когда вирус набирает обороты, и очень много людей умирает. Вот. И вторая опасность, потенциальная опасность от использования вируса. Они считают, что опасность от использования вируса настолько, насколько они могут видеть, намного меньше, чем опасность не применять этот вирус и просто позволить этому, вернее, не применять эту вакцину и позволить этому вирусу значит, в дальнейшем буйствовать. Вот. Здесь самая слабая точка в том, что они до конца не знают опасности вакцин. Вот. Из того, что они наблюдали, а наблюдали они за десятками тысяч людей, но проблема в том, что они наблюдали короткое время. Время просто не... А она может быть опаснее, чем сам вирус? Для кого-то да. Конечно. Для кого-то может быть опаснее. Есть, может быть, индивидуальное невосприятие чего-то. Каким-то препаратом. Да. Может быть, мы не знаем, какой-то долгосрочный эффект. Вот. В связи с тем, что разработкой этой вакцины занимаются разные страны, разные ученые, разные институты, я исключаю здесь какой-то общий заговор, что это все хотят, как я слышал, уничтожить шестую, вернее, пять шестых населений и оставить только одну шестую самых выизбранных, которые не будут применять и использовать эту вакцину. Вот. Я исключаю это. Я думаю, что опасность вакцины заключается в том, что она недостаточно исследована, и поэтому никто не может гарантировать, что будет с принявшим вакцину через три года. Вместе с этим никто не может гарантировать, что будет с человеком, который переболел ковидом через три года. То есть, ответа нет. Вашей личной рекомендации нет. Нет, личная рекомендация здесь вот какая. Человек должен понимать это и должен принять индивидуальные решения. На основании своего организма? На основании того, как он это видит. Индивидуальные решения. Конечно, когда в каких-то странах, если пытаются заставить всех это сделать, это совсем другой разговор. Но если мы говорим о том, что вот человек, и он смотрит индивидуально, и он думает, что это окей, если он это сделает, это его право, это его выбор. Хорошо. Третий вопрос, который возникает у людей в связи с вакциной ковид, это те материалы, которые потенциально были использованы в ходе разработки этой вакцины. Некоторые вакцины разрабатываются на основе информации, которая была получена в ходе использования абортируемых материалов или тканей. И вот это смущает многих христиан. Как вы считаете, допустимо ли с моральной точки зрения христианам принимать вакцину, в которой была бы использована информация, полученная на основе вот этих морально неприемлемых вещей? Да. Это серьезный вопрос. И мы до конца, в общем, не знаем, какое количество разных медицинских препаратов построено на стволовых клетках или клетках, которые взяты когда-то из абортируемых материалов где-то в каких-то условиях когда-то. В основном это на информации, которая была получена из пользы. Да. Вот мы до конца этого не знаем, даже всего масштаба, всего этого. Но исходя из того, что публикуется, исходя из того, что мы знаем сегодня, с моральной точки зрения мы можем посмотреть на этот вопрос вот как. Представь себе, человек нуждается в пересадке печени. Я знаю таких людей, которым была пересажена печень, знаю тех, кто нуждается в пересадке печени, и они стоят в очереди, ждут. Годами могут ждать. И вот вдруг какого-то человека убили. Убили ему нож в сердце, человек упал замертво, вот его привозят в госпиталь, пробуют откачать, вылечить, не получилось, но у него хорошая печень. Вот эту печень можно использовать тому пациенту, который умрет без, если ему не пересадят, с моральной точки зрения. Ну, наверное, можно. Конечно, если этот сам человек дал разрешение на это заранее, там есть люди, пишут, что можно использовать, или его родственники, они думают так или иначе. Или, ну, допустим, не убил нож в сердце, а пьяный выехал, вот, и совершил аварию, и кто-то невинный пострадал. И вот здесь это, это действительно плохо, это печально, трагично, но у людей не возникает моральных причин, почему мы не можем использовать органы этого человека, если, ну, так скажем, тот, кто берет, он не был злодеем. И другое дело, когда кто-то говорит о том, что мне нужна печень, я пойду зарежу кого-то и возьму его печень. Понимаешь, да? Да. Морально совершенно другой расклад, совершенно другой расклад. Что-то подобное можно наблюдать здесь. Когда ты говоришь на основе информации, то речь идет о конкретном человеке, о конкретной женщине, которая жила в Соединенных Штатах в 60-х годах, и когда у нее без ее ведома были взяты абортируемые, когда она делала аборт, были взяты клетки вот этого младенца или же зародыша. Вот. И эти клетки оказались такими эффективными, что их продолжают размножать до сих пор. и на основе их делать вакцины и многие другие дела. То есть вот здесь то, что эта женщина убила своего ребенка, это грех, это зло. Теперь возникает вопрос, насколько сегодня человек, который живет через 60 лет после того, когда это произошло, и который никакого прямого отношения к тому убийству не имеет, ну, которые, клетки, которые уже есть, уже они размножаются, уже они приносят кому-то пользу. Насколько этот человек не имеет морального права ими пользоваться. И нам очень трудно доказать это. Очень трудно доказать, что здесь есть запрет ими пользоваться. Как я уже сказал, с той же самой аналогией. Если этот человек сам сказал бы, окей, для того, чтобы получить вакцину, давайте сейчас убьем того-то младенца в зародыши и сделаем из него вакцину. Это очевидный грех, конечно. Но в данной ситуации я не думаю, что мы можем с одинаковой авторитетностью провести такой вердикт. То есть это вопрос совести каждого человека, каждый будет это решать. Это точно вопрос совести каждого человека. Но то, что нам известно, то, что мы точно можем сказать, что чем дальше это от источника, чем дальше это от намерения, злого намерения, тем меньше моральной ответственности в данном случае. Хорошо. Есть другая сторона дискуссии касательно прививок. Есть те, которые боятся и против, а есть те, которые, наоборот, считают, что христиане, их меньше, но есть такие люди, которые считают, что христиане должны принять вакцину от COVID-19, потому что это является долгом каждого христианина как гражданина общества. И для того, чтобы обезопасить в будущем все общество и создать коллективный иммунитет, они должны это сделать. И таким образом они проявят любовь к своему ближнему. Что вы думаете по этому поводу? То же самое, что мы говорили в самом начале. У каждого человека есть своя точка зрения относительно вот этих всех плюсов и минусов. И поэтому я вполне допускаю, что есть те христиане, искренние христиане, искренние верующие, которые воспринимают всю полезную сторону вакцины достаточно достаточным аргументом, достаточно веским аргументом, чтобы остановить пожар пандемии, который сейчас есть. То есть, вот они имеющуюся информацию интерпретировали именно так, и поэтому они хотят послужить человечеству, хотят позаботиться о благе человечества в том плане, чтобы ускорить процесс блокирования вируса. и по этой причине они говорят. Если они говорят об этом, исходя из своих собственных соображений, своей субъективной точки зрения, то that's ok. Это небольшая проблема. Если же они привязывают сюда какую-то духовную сторону, в которой они говорят, что если ты не примешь вакцину, ты грешишь, вот здесь они идут, они пересекают границу. Они делают то, для чего у них нет оснований. То есть, возлюбие близнего своего, как самого себя, не является основанием. Это стих, который приводит. Это, конечно, очень важный стих. Вопрос только в том, что, если другой человек, делая тот же самый анализ пользы и опасности вакцины, приходит другому мнению. Он любит ближнего. Он хочет... Но себя любит больше. Вопрос не в том, что себя любит больше. Нет, вопрос не в том, что себя любит больше. А он на вопрос относительно эффективности прививки и ее безопасности находит другой ответ. Например, он сомневается, он думает, допускает мысль, что потенциально долгосрочный вредный эффект вакцины может быть вреднее долгосрочного вредного эффекта вируса. И он отвечает на этот вопрос так, что я не знаю, и поэтому я не могу это сделать. То есть это зависит тогда конкретно от мотивации того человека, которое у него есть, когда он принимает это решение. И так как мы не знаем эту мотивацию, мы не можем приходить к таким заключениям. Абсолютно правильно. Хорошо. Ну, почти на все вопросы ответили, но еще есть парочку. Вы говорили о том, что пока страны не заставляют всех поголовно делать прививки, а что делать тем христианам, у которых работодатель уже, допустим, заставляет делать прививку и говорит, что ты не можешь выйти на работу, если у тебя не будет вакцины или справки о вакцине, что им делать? Стоит ли им подчиняться государству или работодателю в таком случае или в будущем государству? Или же стоит рисковать идти на все эти риски, которые связаны с тем, чтобы противостоять вакцине? Это, опять-таки, это каждый человек для себя ответит. То есть, если человек убежден в том, что принятие вакцины потенциально вредно для него, может быть, вредно, не изучено достаточно, недостаточно обоснованно для него в его понимании, исходя из всего того, что он сделал, то ему придется сделать выбор. Ему придется сделать выбор, или он будет верен тому, что он понимает и потеряет работу, или же он посмотрит и решит, что, ну, хорошо, я, может быть, подвергну себе риску, но зато у меня есть стабильная работа, которая была у меня много лет, и она много лет еще может быть, и мне, наверное, есть смысл подвергнуть себе этому риску. То есть, это каждый человек должен ответить для себя, или же уйти с работы. То есть, здесь никакого библейского ответа нет? Никакого библейского ответа ты не можешь сделать, точно так же, как любая другая. Допустим, человек работает в шахте, и там не соблюдается правило безопасности, и он дышит угольной пылью, и он может повернуть себя тому, что заболеет силикозом. Вот. Он отвечает перед Богом, перед своей семьей на этот вопрос, и он смотрит, окей, он будет продолжать там работать, вредя своему здоровью, или он уйдет и найдет где-то другую. Ну, еще один вопрос. На днях один из известных христианских авторов Апологетов, Тим Келлер, выставил в Фейсбуке выставил пост, фотографию со справкой о вакцинации от COVID-19. Как вы считаете, имеет ли право пастор или влиятельная фигура вот таким образом может быть подсознательно влиять на христиан? Многие поставили ему это в претензию. Зачем ты это делаешь, ты не имеешь на это права? Что вы думаете? Ну, сказать о том, что он не имеет на это права, на это тоже нужно иметь основания. Почему он не имеет на это права? Другое дело, хорошо ли это? Он на это имеет право. Он посчитал, что вакцина это хорошее дело. Наверное, я так думаю. Я не видел его поста, но, наверное, так думаю, что он посчитал, Он просто фотография и все. Ну, скорее всего, он этим делает статемент определенный, какое-то утверждение. То есть, он, скорее всего, считает, что вакцина это хорошо. Он считает, что чем больше людей примут вакцину, тем лучше будет жизнь, тем быстрее снимут ограничения, тем меньше людей заболеют и умрут. И по этой причине он сделал это в первых рядах, и поэтому по этой причине он опубликовал, чтобы ободрить тех, кто, может быть, смущается, может быть, сомневается. Это его личный выбор. Относительно того, насколько пасторам нужно вот так публично эти вещи делать, это, конечно, другая тема, и я бы сказал, что пасторам нужно быть вдвойне осторожными в связи с теми вещами, которые сомнительны. Но вот в данном случае нет точной ясности относительно того, насколько же это безопасно. И если кто-то сделает вакцину, последовав примеру какого-то известного пастора, а не по своему собственному убеждению, то тогда пример этого пастора будет нести какую-то часть вины за то, что он кого-то подтолкнул к каким-то действиям, которые, допустим, будут иметь негативные последствия в жизни. То есть вы во всем предпочитаете в этом вопросе вообще соблюдать нейтралитет и не советовать людям либо принимать вакцину, либо не принимать? Вот лично ваша точка зрения как пастора, если к вам придет прихожанин, ваш член церкви, и спросит, Алексей Алексеевич принимает меня или нет? Я его пошлю к ресурсам, которые говорят о том, что это такое, и которые объективно могут объяснить. Вот это мы знаем, а вот это не знаем. И это каждый человек должен сделать, этот выбор должен сделать. Мы вообще, пресвитеры, служители, пасторы, пресвитеры, это очень ответственное положение, и поэтому я никогда не могу никому навязывать или даже рекомендовать в каких-то случаях то, чего я не понимаю до конца. Это большая ответственность. Я могу сказать о своем решении, я вот решил так. Ну, как Тим Келлер. Да. Он сказал, ну, и этим тоже. Я могу сказать о своем решении, но даже вот в этом случае я предпочитаю, ну, так сказать, быть менее публичным об этих вещах, потому что одно дело, когда к тебе пришел человек и спрашивает, и ты можешь ему там детально объяснить, а другое дело, когда ты что-то сделал, ты публикуешь об этом на весь мир, endorse it или же как-то поддерживаешь. Другой уровень ответственности просто. Ну, и последний вопрос. Можно ли прийти к однозначному выводу, стоит ли принимать вакцину на библейском основании, или мы не можем? Нет, в данном случае не можем, потому что здесь очень много неизвестных. Если бы мы точно знали, насколько она полезна, а сколько она опасна. Первое, то, что мы уже определили, Библия не запрещает использование медицинских препаратов для поддержания здоровья. Вакцина представлена как медицинский препарат для поддержания здоровья и решения такой существенной проблемы, как угроза серьезной болезни или смерти от вируса. Именно так ее позиционируют. Но, как я уже сказал, так как она недостаточно изучена, и мы точно не знаем все за и против, по этой причине мы не можем однозначно сказать человеку, использую или не использую. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok